Здравствуйте! С вами Наталья Николаевна. На прошлом уроке мы с вами начали классифицировать культурные растения. На этом уроке мы продолжаем с вами тему классификация культурных растений. Вы узнаете, какие культуры относятся к полевым и декоративным культурам. К полевым культурам относятся культуры, выращиваемые на больших площадях сельскохозяйственных угодий. Технологии выращивания этих культур полностью механизированы. К полевым культурам относят зерновые культуры. Это пшеница, рожь, ячмень, овес, проса. Также к ним относят кукуруза, гречиха, рис, горох и чечевица. Клубни плоды это картофель. Вот так, если кто-то не знает, цветет картофель. Корнеплоды это свекла, турнепс. Масленичные растения. Подсолнечник. Арахис. Так он цветет. Горчица. Этот цвет горчицы, это зерна и готовый продукт. Предельные растения. Лопчатник. Илен. Кормовые травы. Тимофеевка. Клевер. Люцерна. Растения, используемые в фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности. Это валериана. Мята перечная. Календула. Шалфей. Полевым культурам иногда относят бахчевые. Это арбузы, дыня, тыква. Но их удобнее рассматривать как отдельную группу или в составе овощных культур. Декоративные культуры используют для украшения интерьера дома, офиса, квартиры и уличных пространств. К декоративным культурам относятся астры, бархатцы, гвоздики, флоксы, петунии, ирисы, гиацинты, сирень. Декоративные культуры представлены травянистыми растениями, кустарниками и деревьями. Травянистые цветочные декоративные культуры и саженцы, древесных культур и кустарников выращивают в теплицах. Крупные декоративные деревья и кустарники выращивают в специальных питомниках. В крупных организациях по выращиванию деревьев и кустарников для озеленения и дизайна. За последние два урока мы узнали, что существуют зерновые культуры, их также называют злаками. Имеют очень большое значение для человека, так как составляют основной его рацион. Овощные культуры также очень важны для людей, поскольку входят в наш рацион в довольно больших количествах. А также являются поставщиками витаминов, микроэлементов, макроэлементов и других полезных веществ. Плодовые растения являются кладезями полезных веществ и декоративной культурой, которую выращивают для оформления жилых помещений, парков, садов и скверов. Домашнее задание. Параграф 12.3. Вам необходимо перечислить специалистов по выращиванию полевых, овощных и плодово-ягодных культур. Информация находится в тексте этого параграфа. Ответы жду на почту, которую вы видите на слайде, или любым удобным для вас способом. Желаю успехов. Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим близким.